Доброе утро, друзья! По дороге в ФМС на Римского-Корсакова, 39, хочу прогуляться по Санкт-Петербургу и с очень большим удовольствием беру вас с собой. В Петербурге прекрасная погода, светит солнышко, немножечко слегка дует прохладный ветерок, очень комфортно. Ну а мы идем в Измайловский сад, который находится на набережной реки Фонтанки. Санкт-Петербург Санкт-Петербург На одной из скамейок Измайловского сада так уютно и скромно располагается небольшая декоративная скульптура петербургского ангела. Петербургцы с большим умилением и трепетом относятся к этой скульптуре. Все потому, что по замыслу автора скульптура посвящается старикам из Ленинграда 60-х годов, носителям особенной душевной культуры и интеллигентности. Санкт-Петербург 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 Но и сегодня, к моему сожалению, моя регистрация не готова. У ФМС на Римского-Корсакова работает в понедельник, среда, пятница с 9 до часа. И, получается, вторник и четверг они работают с 3 до 6. В это время вы должны подойти с регистрацией и активировать программу. После того, как программу активируют, вы уже можете подавать документы на РВП, идти на красного текстильщика и готовить там документы. Но это прекрасно и замечательно, что я нахожусь в Санкт-Петербурге, у меня есть куда сходить, на что посмотреть, мне не скучно. Это прекрасный город в любую погоду, в солнечную, либо в дождливую. И я беру вас с собой, чтобы вы тоже насладились этими видами. Висячий длинный мост. Очень такое красивое, интересное сооружение через канал Грибоедова. Ну, вот именно благодаря этим скульптурам декоративным, сидячих львов, охраняющих мост, это сооружение и получило свое название. Спасибо за просмотр! И вот такой вот вид открывается на Исаакиевский собор, официальное название которого собор преподобного Исаакия Далматского. Можно подняться на колоннаду Исаакиевского собора. Но для этого вам придется преодолеть 211 ступенек, но поверьте, это того стоит. На колоннаде открывается просто потрясающий вид на Санкт-Петербург. Вы не пожалеете. Ну и обязательно берите с собой теплую одежду, потому что там прохладно и ветрено даже в теплую погоду. Ну и памятник Петру Первому. Располагается на Сенатской площади и он, конечно же, стал одним из самых известных символов Санкт-Петербурга. Нева. Нева. Дорогой чудесный город над Невой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова